Континентальная хоккейная лига вынесла предписание погасить долги по зарплате перед игроками хоккейного клуба «Адмирал» до 1 июля. Сейчас долг перед игроками за прошлый сезон достиг огромной суммы, которая скопилась за 2,5 месяца и отпускные, пишет «Спортэкспресс». По словам генерального менеджера «Адмирала» Ильдара Мухаметова, по новой стратегии, непогашение задолженности в установленный срок обойдется штрафом в 20% от их суммы. Лига предписала погасить нам долги до 1 июля. Мы работаем в этом направлении и будем стараться их погасить как можно скорее. Если не удастся устранить вовремя, придется выплачивать штраф, сказал Мухаметов. Главный праздник всей молодежи Владивостока, День молодежи 2017, состоится 24 июня на набережной Спортивной гавани. В рамках праздника администрация города проводит традиционные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». В этом году было принято 86 заявок на греблю. После жеребьевки сформировано 43 смешанные команды. Уже в мае участники приступили к тренировкам, которые проходят с утра до позднего вечера. Каждая команда обязательно должна пройти минимум 4 тренировки. Напомним, впервые соревнования на «Драконах», поддержанные главой города Игорем Пушкаревым, прошли в 2009 году, когда представители молодежных общественных организаций решили, что объединение усилий приведет к наиболее эффективному решению социальных вопросов. В каждой команде участвовали представители различных организаций. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие не только представители молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ. С 10 по 11 июня во Владивостоке в спорткомплексе «Арена Спорт» пройдет ежегодный турнир по кикбоксингу в памяти Михаила Лемеша. В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 18 лет. Заявки прислали более 100 кикбоксеров со всего Приморского края. Михаил Иванович Лемеш – родоначальник Приморского кикбоксинга. Он одним из первых начал развивать этот вид спорта в Приморье. В непростые 90-е годы он занимался с детьми, учил их быть сильными, смелыми и справедливыми. Большинство сегодняшних тренеров и судей – его воспитанники. Зрителей приглашают увидеть зрелищные бои и поддержать спортсменов. Вход свободный. 47 медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях завоевали приморские спортсмены за прошлый месяц. Они отличились в гребле, единоборствах, парусном спорте и легкой атлетике. Из них – 19 золотых, 7 серебряных медалей и 21 бронзовая. В копилку на город-края добавили известные приморские спортсмены Иван Штыль, Александр Захаров и Ильгизар Софиулин. Олег Завьялов. Новости спорта на восьмом.